У нас очень красивый поменял режиссер-задник. Смотрите, какой шикарный у нас выход для Орловского. Потому что у нас было как будто действительно как столовка какая-то второе действие. А теперь будет Бао красивый. Отсюда выходит Орловский. Смотрите, как красиво. Как это было действительно в каких-то таких поместьях. Смотрите, вазы, такие колонны, окна. Какая лестница. Ну, все искусственное, конечно. Смотрите, смотрится красиво. И сзади арка. На заднем фоне там деревья, небо. Такие стульчики, банкетки, колонны. Да-да. Шикарно. Очень, очень красиво, да. Очень красиво. Оно действительно смотрится как Бао. Это же второе действие Бао. Ну да. Вот это все поднимется нафиг. Будет красиво. А здесь хора, сейчас во втором акте их выставим. Красиво, банкет. Ну, с кавалерами там кто-то стоять, да. Тут столик кто-то сидит. Оно совсем другое дело. А то было как такой, как буфет. Как буфет, типа, было. Да. Сейчас красиво. Андрейс. Саша дирижер. Саша, удачи. Твоя новая руль? Да, конечно, есть. Да, кстати, Андрей там спрашивали за тебя. Хочу сказать, что Андрей поступил в консерваторию. На оперный факультет. Он занимается. У него скоро будет концерт. В понедельник уже выступил. Вот, концерт он будет петь в консерватории, правильно? Концерт-холл. Карнеги-холл. Что ты спал? Гранд-опера. Что ты будешь петь? Он пока будет выносить ноты. Петь он высотом. Миша, сегодня будет Альфреда петь. Да, здравствуйте. Это Михаил Гизин. Газин. Ой, извини, Газин. Извини, Миша. Газин, да. Это Миша Газин, наш солист. Сегодня будет Альфреда. Леся. Безменная Адель. Теперь только на украинской мове. Нарешті дочекалась. Все, начало. Игорюнька, начало. Ты вивчив украинскую мову, нарешті? Шив. Шив. Ну че, у тебя хорошо, кстати, получается. Вот у вас, кто постарше, у вас получается лучше, чем у нас. Не знаю, почему. У тебя более старшее поколение, оно лучше знает. Лучше получается, навык лучше. Тревога. Что, тревога? Да. О, бляха. Капец, отрыгала, 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 отрыгала увертюра, отыграла увертюра и повитрена. Ну это капец, ребята. Капец. Вот это попали. Это не эфир. Вот это успех. Леся сидела перед кулицами, ноги раздвинула, уже такая в образе тут хоба. Ну и че. Ну ты такая уже, знаешь. Ну я же говорю, ты в образе. Капец. Все, идем в подвал. Пошли, пошли в подвал. А я только, знаешь, слышу, увертюра заканчивается. А я слышу, увертюра заканчивается. А че Леся не поет? Да. Она сидит перед закрытыми кулицами, я расставила, ну, знаешь, такая, ну, как в образе. И тут, а Голоша, она повитрена на тревогу. Леся, пойдемте в подвал. О, началось у нас наконец-то. Повинен. Повинен, так мысли. Мужчинам, может, человекам. Мужчинам. Андрей, выходи. Красиво, выйди. Для мадам? Для мадам. Мы калим пани, и он мадам. Я не знаю. Он во Франции, и мы в Украине. Мадам. Ну да, лучше. Ну, как, будь украинцем, правда. Ну, как, будь украинцем, правда. За того лісничого, какого ты подстрелил? Ні, не за лісничого. А за что ж тут? За рябчик. Хоча, правду кажучи, справа тут не стільки урябчику, скільки воді старі свині, бароні Фонграйпенці. Ти знаєш, що він виявився головою товаристого боротьби браконьєр. Я пропонував йому целякі вибачення, будь-який страх, але він весь час стояв на тому, щоб не всіли. Геніх, навіщо ти полював на його землі? Це вийшло зовсім несподівано. Коли ми з Ембою вийшли з Потям, то вирішили півмисливський будиночок найкорошим шляхом. Стривай! З якою Ембою? А хто сказав з Ембою? Ти. Я? Так. А чому все в тебе так дивусь? Трубать, Хельс, а ми все ретичні в тьму. Хто така Ембо? Ембо? Собака? Собака? Ну, звісно, собака. А де ж ти його взяв? А мені його, а тут і шуль. І собаку шульця звуть Емма? Емма. Що за пандажниця? Назва собаку ім'ям своєї дружини. Ну, Розоліндо, що ти хочеш відсуться? Він взагалі пандажер. Ти знаєш, як він називає свою дружину? Кися. Кися? А що ж ти вийшло? Розоліндо, ти мене дивуєш? Назвати дружину ім'ям пішки для тебе не дивно. А назвати собаку ім'ям дружини дивно. Де логіка. Але справа не в тім. Як я вже сказав, пішли ми з собакою найкоротшим шляхом. Ідимо, розмовляю. Хто ж це з ким розмовляє? Ну, звісно, я в собаку ім'я собака з зільною. От ми йдемо, йдемо, навдруги, природа, погода, есе, Баби. Це ну, як дитина. І я навіть не помігий, як ми зайшли на територію цього хлятого Барбарону. Ем'я запричить дівцький голос. Стріляй, стріляй, Ерлій. Ну знаешь, где же на нас, как собака может кричать нелюдским голосом, стрельяк, стрельяк. Что же ты хочешь, чтобы собака кричала людским голосом стрельяк? Конечно, не людским, а как-то так, как собака. Хвист, публика, лапки ось так, груди вперед, на обличье родьянець. Значит, Ема в лице. Ну на моему, звичайно. Ты уявляешь, как это было несподівано, Ема. Завжди такая спокойная женщина. Значит, Ема, это такая женщина. Да нет, я говорю, Ема, завжди такая спокойная женщина, с легкостью борется с такой собакой. И тут рвется вперед, как шалет. Я стреляю из одного ствола, вряд ли падает вниз. Я беру нижче, и тут до гори пестрибру лісничий. Рядчик, звичайно, мовчий, а лісничий дві має такий палом, що збігаються в тишки, и от я браконьер. Сьогодні суд тут иде, тут повертається, всі всталют, а в меня саять на митинге. Сьогодні рівно в восьмій годині я повинен бути у тюрьму. Генрих, это не выяснило. Что говорит адвокат? Адвокат? Він не впевнений, що може змінити рішення суду. Нічого не вдієш, треба збиратись. Ну, я, Генрих, уже? Что таки не можешь, ты таки думаешь? Тюрма нацейно працює целодоборно. А начнят дав слово честі судді, що буду у тюрьмі у восьмій годині. Сьогодні? Просто наявляюся судді. Я, ты так будешь жить? Ти нас не знаешь, який це може бути товаристом. Ну, яке там може бути товаристом? Яке-небось бігобліка, з яким інтелегентній людині не можна буде навіть поговорити. Боже, зробіть так, щоб на цій посадинку більше порядних людей, щоб у Генриху не було так сумно. Дякую. Дякую, Рожебі. Добрий день, пані Розоліндо. Генриху привіт. Привіт, Фальк. Привіт, пані Фальк. Як чули, Генрих сідає впряму в в'язиці. Я розумію вашу розповідь. Але відсидіти у в'язниці якихось там сім діб, це не так же і багато. Ну, по-перше, не сім, а вісім. Ой, ну вісім. Добре тобі казати, ну вісім. Я вдома постільно сидів стільки діб, я просто не витриманий. А як же люди сидять у в'язниці по двадцять років? Що ти порівнюєш? За двадцять років можна до всього зликнути. Генриху не гарячкуй. Ніхто не винен, що ти раптом зробився мисливцем. А чого ви не відмовили його від цього? А ще друзі? Пані, не виспроводи. Я завжди висловлювався проти полювання. Может, это вы, а вот Шульц, Шульц, надеюсь, простейший объем из твоего собаки. У Шульца не мое собаки. У Генрих мне только что сказал, что у Шульца есть собака. Генрих, неужели ты мне сказал неправду? Понимаешь, Роза Линдов. Ха-ха-ха-ха! Пані Роза Линдов, не уже ви думаете, что Генрих вам может сказать неправду? Ай-яй-яй-яй! Вы мне кажется неправду. Но я никогда не прошу. Послушайте, если вы, что Шульц, не мое собака, а Генрих стверджует, что есть, то один из вас обовязково каже мне неправда. Пані, сейчас я вам все объясню. Брала у того, что ровно 20 минут тому собака шутка и сдохла. Генрих еще ничего про тебя не знает, а я знаю. Тому Генрих каже, что есть собака, а я говорю, что нет собак. Генрих каже, что есть собака. Гипертония, пані! Прямо на моих очах! Битый, битый! Я нахер в область! Чего Генрих? Чего Генрих? Генрих! Генрих, это дружина шутка! Чего Генрих? Генрих мне сказал, что собака шутка тоже был Емма. Кто сказал? Генрих. А вы вверху, что собаком был Гектор. Я сказал Гектор? Да. Генрих, сейчас я вам все объясню. Право в том, что Гектор стал Гектором незадовго до своей смерти. А до этого я был Еммою. А как это может быть? Треба вам сказать, что Шульб купил собаку Эмму раньше, чем познакомился со своей будущей дружиной Эммою. Потом, когда он одружился, у него, как вы сами понимаете, начали от этого вселенной непорозумения. Пробачите меня, но я ничего не понимаю. Я из него непорозумения. Почему? Уявите себе, что? Сидит один у себя дома, с его суммом, и он хочет кликать до себя або дружину, або собаку. Звучит он кричит Эмма! Эмма! И что вы можете? Что? Собака думает, что он кличет дружину и не трогается из своего места, а дружина думает, что он кличет пса и так же и нет. Уявляйте, какое в нём началось семейное жительство? Откад piercept� quick энei, substances, нужно Let's call it It's called the атернат road d Mister. И назвал его Рюзов. Хе. 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 Jee. Хе. 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 Как? Если так добавить на него жиночье имя, ну, например, Альманда, то что, может ждать его в майбуте? Что? Характер у него важкий. Дружина может из него идти. А собака? Николи. Николи. С другого боку, человек, он молода. Может одружиться в другий раз. Третий. Где гарантия, что собака не опиниться на кошмар? Где? Где гарантии? Нема, нема гарантий. Ось он решил назвать собаку чоловечим имя. Но собака того не витривала, и сдохла. Во! Сдохла Гектором! Будучи насправді емкою. Фу! Как у вас гаряче, пані! Я могу верить, что вы меня не пришли, что выросло у него. Он не начал спираться в тюрьму. Вот уже? Так, так. Який что? Дякую, Фальк. Ти справжній друг. А ты? Ти страшненькая свиняка. Что такое? Не дозволяешь тебе казна. Что? Ти, мій кращий друг. Відбиваешь у меня дружину. Шульця. А я еще повинен за него выкручивать. Не знаю, что в час читать нотации. И кому ты их читаешь? Ясь. И это вместо того, чтобы мне останки последние колени перед разлукой. Гарный друг. Ну, не сердись, Вектор. Вибачь, Гарний. Вибачь, Гарний. Давай, мы всю эту ночь проведем с тобой ладонь. Друже, ты хочешь прийти зі мною в тюрьму? Ні. Я хочу, чтобы ты зі мною отправился на маскарад. На який маскарад? Сюрприз. За меня за рвотом. Но я дал честное слово, что было в тюрьме, что было сидеть в тюрьме восьмой годы. А какая разница? Пидешь в тюрьму, братцы? До речи, в тюрьме Геннер. В ночи. Не стоять, а лежать. Тримать. Много рискнуть. Как на твоем умении обовязково спороцироваться такою дурочной нагладой? Да. Сгоден. Я побег перевтягатись. Скорее, нас ждет дирижанс. Прошу вас, пане Гальк. Будь ласка. Старин, да не ты. Сонечко мое. Я иду в тюрьму. Как? У краху? Что ж тут дивного. Я иду в незнайоме место и первый раз. Конечно. Когда его посадят у друга, он уже пойдет в пить за кинь. Халатись. Как своя людина. Вот же, Гродоліто. Прощавай. Гродоліто. 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 in Субтитры подогнали Симон. 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 Там есть мой пиццак? Давай! Наезжали! КОНЕЦ 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 ПЕСНЯ 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 Ой, блин, у меня что, открытый багажник? Ну да. Давай я закрию. Он сам закрывается. Я закрываю. Давай, закриешь. А что он открылся? Открылся, наверное, нажав все-таки. Может, девчата позапрыгнули уже в багажнике? Может, да. Девочки запрыгнули. А ты видишь, подходит, стоит такой парень. На двери повесился. Две девочки стоят. Дедя? Да ты. Такой парень. Знаешь, повесился на двери. Ну что это? Как вы? Как ты? Чуешь? Вот этот парень, который играл в этого... Кого? Альфреда или Генриха? Да не старый, молодой. У нас там нет главных, у нас все главные. Да, это любовника. Такой запутывал. Не запутывался, ты знаешь, забывал слово... Альфредовой? Да, человек вообще второй раз играет. Или третий. Наверное, второй раз и... Голос шагал. Это ж такое дело. Мы все... Хорошо, Коля. Научены так хорошо. Так бы петь... Так бы петь, да, дай Бог, каждому. Да, хорошо. Ну так а что это... Это бы за тростикой тренировка, чья эта... Репетиция. Я не помню. Да, Светик, да, не важно. Да, я не помню, во сколько. Завтра прогон или что-то такое. Всегда завтра опять же спектакль. Красавица. Красавица чудовища. В тех костюмах толстючих. Ну хоть похудеешь, знаешь, когда толстый костюм... Да, я тебе говорю, там даже в этом и не это, и не сильно и жарко. Света, а почему билеты брали? Мы бы на балконе брали по 100. Ой, бляха, по 100. На балконе. А так 300, по-моему. Зато классно. Слышишь, толка эта и сирена. Мы вообще думали, заходим в Коля, каже, еще не кажут... Мне казалось... Ну мне казалось, что... Ну слава Богу, там же сократили в начале. Леси Нуаре убрали в начале. Да? Потому что, да, потому что... Ну сирена сколько? 25 была, да, наверное? Десь, да. Но мы выходили, женщина сказала, если будет 45 минут. Отменяются тогда. Да, отменяются. Так, вас что подвезти на бампери, или что? На бампере? А, ты за цех? Бежать через дорогу. Да, молодец. Спасибо, Света. Так, что иные во фраке, кстати, очень хорошо. Такой кузо не висит. У меня трошки сход. Сход. И я. А ты, Тёмка? Сход, нет? Да. Не, сход тоже. Ты тоже свет похудела. По лицу видно сразу. Я, да. Не увидела. А я сниги, 4 килограмма скинула. Надя уже 100 килограмм. Скинула? Да, скинула. Скинула 100, она осталась бы 25. Не мало видит, что было у Надю. 125 килограмм. Я сам видела. Но я видела 123. Это уже после двух недель похудения. Где она должна была похудеть на 8 килограмм. Видно у нее весы неправильно. Она была еще больше. Наверное, 130 или 127. Потому что первый раз, когда она 2 недели худела, Она там так не ела ни хрена. И всего лишь там... Она говорит, ой, было 125, а все 123. Я говорю, да не может быть. Да, но быстрее. Она была больше, значит. Вот. Ну... Сейчас она 101 килограмм. Молодец. Она же сам как бы видела на весах. Главное, не сорваться и не начать. Можно брать. Есть и майонез с хлебом. Ну да, майонез не намазывать на хлеб. Надя любит. Но я тебе реально, я скажу, что я на первом этапе про собаку почувствовал, посмеялся и думаю... Ну я не знаю, да. Коля раздадил я. А кто еще был? Валера с Катей были? Не, я не был Валера с Катей. Была Юля и еще один мальчик. Я понял. Вы все вместе сидели? Ну мы... Юля, я и мальчик. Сверху сидели. Было плохо видно. Мы на первом этапе. А мы тут на первом этапе. На балконе на первом этапе. Вот так ребята. Видите, артист. Развозят зрителей. После спектакля. Да. Я до мамы не еду. Я вас отвезти. Что ты не еду? Если бы я знал, что ты до мамы едешь, мы лучше... Здрасте. Пол десятого, чтобы ехать до мамы. Здрасте. Как здрасте? Тих, тих, пропускай. Ты что гунишь? Я вас решил подвезти. Как здрасте? Мы могли... Я хотел, думаю, сейчас пить кофе. Я думаю, что вы с Колей не едете? Спасибо. Так а Коля вообще-то сказал, что ты до мамы будешь ехать? Нет. Ты меня спросил. Я еду на игре. Типа там буду. Я говорю, ну иди. Добрый, едь. Кажи, ну поедешь? Отвезешь, скажешь. Я думаю, что он не повез. Тю. Я говорю, ну хорошо. Я говорю, сейчас выхожу уже. Ну я чтоб не ждать. Тю. Может мы где-то поехали. Не знаю. Как здрасте. Не хочу сказать, куда едем. Просто что это... Странно. Я говорю, если едешь на игре, я не смогу ему сказать. А я думаю, ладно, я вас отвезу. Нет, так мы с ними хотели ехать. Все, теперь долго осталось. Ты понимаешь? Да, прямо. А где кофе вы хотите? Да, мы хотели кофе попить. По тебе? Да, давай от тебя попьем кофеечку. Ага. Только что же яма? Ты в курсе? Ты же яма в курсе? Сейчас побачим. А вот туда осталось. О, арбузика хочется. У меня сегодня, кстати, присоединились арбузы такие. А мне знаешь, что сегодня происходит? Мене можно уже рассказывать? Это же уже... До полдня прошло, да. Полдня прошло. Ну что мы коллаборантю нашли, прикинь? Центулакина, дивился. А что осталось мне, я не расскажу. Сюда можно заезжать? Не-не, так и стей, так и стей. Так и можно, да? Слышишь, а мне присо... Да, возьми, Святуха. Возьми мне трехзачек. Все хорошо. А что, мы остаемся тут, и Святой? Да, сиди балакайте. А ты что? В этот... Поздний час, ничем не встану. А зачем тебе свят? Ну короче, приснилось таке сегодня, что мы ловили... Та нахер мне не лягать, Господи. Я же не лягаюсь. Сразу? Так прикинь, я проснулся в цьому, чуешь? И стрелял, и в мокром...